Педиатру, педиатру, рознь в нашей стране Педиатрия, она, как вы знаете, блещет прекрасными всякими старинными методиками, подходами, давно уже устаревшими и нигде в мире не используемыми, имеющимися. История моя довольно трогательная. Сидела я как-то раз в декрете с такими же вот малышами, как вот эти все прекрасные. И училась в это время на ПЕТ-ФАКе в нашем любимом втором мире. И, в общем-то, я сидела в довольно печальном состоянии, потому что... Так, сейчас помню, это был второй декрет, значит, после шестого курса, завтра уже надо было идти в ординатуру, становиться врачом. И было ясно только одно, что совершенно ничего не понятно. Нас так научили, что на выходе просто казалось... Я вообще не понимаю, как лечить людей. Непонятно. Много чего рассказали про болезни, про анатомию. Но как лечить, вот что делать, когда завтра придет сопливый ребенок, мне не ясно. Было какие-то как будто огромные списки лекарств. Как они все работают и зачем они нужны, непонятно. В каких дозах, непонятно. Очень много информации из разных источников, без возможности оценить, что из этого правда. Такова российская педиатрия. Я сидела в глубокой печали, думая, что, наверное, мне в этой дисциплине не место. Потому что, наверное, это для каких-то просветленных людей, которые каким-то чутьем понимают, что вот биферон две недели по свечке два раза в день, а не три недели по три свечки. И вот какой-то у них третий глаз, которого у меня нет. Мне казалось, ну, не гожусь я для этой работы. Ну и как бы я думала, куда бы себя пристроить вообще еще. А параллельно с этим рос у меня такой карапуз. Такой, скорее, маленький человечек был. Сейчас хочу, очень хочу встретить ваши понимающие кивки. Значит, был у меня младенец, который орал, пукал. Были зеленые какашки, которые пахли кисло, с пеной и слизью. Так? У груди ребенок орал, все время срыгивал. Казалось, что просто жизнь сейчас закончится на этом. Ну и как все порядочные мамы, я ходила в поликлинику, где мне поставили порядочный, полагающийся всем младенцам диагноз дисбактериоз, кишечника. Отправили на соответствующие анализы и прочее, прочее. Но я послушна, как послушный студент-медик. Ну, надо залезть и найти в интернете, как же лечится дисбактериоз, в общем-то. И вот еще, кстати, к слову о том, что такое медвуз в России. В интернете надо было полезть, студент, да, завтра педиатр уже, чтобы понять, как лечится дисбактериоз. Вообще, кому расскажете? Ну, как бы, лучше позже, чем никогда. Я не знаю, почему я раньше не полезла в интернет, но, короче говоря. Это не к тому, что интернет – это хороший источник, но... В общем, случилось, что я оказался на этой странице. Здесь не очень видно, но я очень приглашаю вас чуть-чуть приглядеться, что открылась мне вот такая вот статья, которую я всем настоятельно рекомендую. Моего ставшего с тех пор любимым, не знаю, учитель, наставника, друга Валерия Валерьевна Самойленко, который живет в Петербурге. Статья о том, что мамы, не ищите, как лечится дисбактериоз. Такого диагноза не существует. Вообще, успокойтесь, все, что вы увидите, ну, условно, все, что увидите у своего младенца – это норма, а эти все дураки вас разводят, значит, на деньги и на нервы. Статья очень убедительная. Как-то я по этому форму туда-сюда и смотрю по всем темам, я понимаю, что что-то все совсем не так, как нас учили. Ну, пришлось свалиться под стол, значит, полежать в обмороке какое-то время, потом скарабкаться обратно на стол и понять, что, ну, что делать, значит, надо переучиваться, переучиваться. Что, значит, показали мне люди с этого формы? Сейчас, конечно, они все рассеялись, это не единственный источник, но тогда это был такой островок в интернете, русскоязычном, в рунете, как мы сейчас говорим, в котором собирались русскоязычные врачи приверживаться доказательной медицине. Ну, и сейчас самый момент, чтобы про эту доказательную медицину я вам рассказать, что это все достаточно интересно и достойно, мне кажется, вашего внимания, потому что, на самом деле, речь пойдет сегодня только об этом, о доказательной медицине. В общем, оказалось, что мое чутье абсолютно правильное, что мое чутье в том, что я не понимаю, как лечить людей, хотя я знаю все фундаментальные науки, и училась вроде бы у нормальных настоящих докторов, но я все равно не понимаю класс, оказалось, что это очень правильное чутье, и не надо. Из этих источников невозможно понять, как лечить людей. Вот было время, когда медицинская практика опиралась на фундаментальные знания и на опыт. Вы со мной? Да-да-да. Много отвлекающих моментов. Хорошо, на фундаментальные знания и на опыт. Что это значит? Фундаментальные знания в смысле науки о анатомии, физиологии, микробиологии, там, условно говоря, мы знаем, что насморк – это когда вирус поселяется в клетке слизистой носа, там сейчас воспаление, из-за воспаления начинают вырабатываться слизь, сопли, тыры-пыры. Мы знаем механизмы, условно говоря, биологические, что такое болезнь. И знаем те же также биологические механизмы того, как могут действовать разные изобретенные людьми лекарства. Вот есть молекула, она убивает этот вирус, или она там мешает размножаться тем клеткам, в которых этот вирус живет. Если это лекарство дать так, что оно попадет в клетки слизистой носа, то, наверное, оно убьет там вирусы, и как бы вроде как это вылечит насморк. Таким путем как бы формируется гипотеза о том, как надо что-то не было лечить. Это одно, на чем как бы можно было бы основывать наши решения в том, как чего лечить. Другое, не менее обманчивое, может и более, это опыт. Это значит, что из вакон веков, с однотыща, там, чего-то там, какого-то года, всем с насморком мы даем традиционно в нашем общине врачебной, не знаю, такой вот эхиноцид. И все выздоравливают. Ура, мы делаем вывод, что это наше лекарство лечит этот насморк. Прекрасно. Так было где-то до 80-х годов 20-го века, наверное, пример. Тогда стала появляться доказательная медицина, которая показала, что и тот, и другой мой путь могут приводить к очень серьезному ошибкам. Во-первых, если мы опираемся на фундаментальные знания, подстава в том, что мы знаем на самом деле очень мало. Нам кажется, что это лекарство должно так вот подействовать, но мы никогда не знаем, действительно оно так действует или нет. У него могут быть какие-то неизвестные нам побочные эффекты. У него могут быть какие-то непонятные нам воздействия на другие процессы в организме, о которых мы можем даже не догадываться. И, собственно, первые, они из первых клинических исследований, которые проводились, показали ровно это. Вот, например, такой известный кейс про лекарство, которое использовалось десятилетиями в остром периоде инфаркта миокарда. Лекарство против аритмии считалось, что по всем, как бы, по логике, оно должно уменьшать смертность, потому что при инфаркте сердце начинает биться в неправильном ритме, потому что участок выключен. А это очень часто является причиной смерти при инфаркте. Соответственно, если мы даем лекарство, которое возвращает ритм сердца к норме, мы уменьшаем смертность. По логике все должно было работать. По опыту людей, которые использовали, им тоже казалось, что работает. Привели исследования, сейчас расскажу, как проводятся эти исследования, и показали, что с точностью да наоборот. В группе, получавшей это лекарство, смертность была выше, чем в группе, которая не получала. То есть какие-то непонятные, неизвестные процессы оказали какое-то дополнительное воздействие. И в итоге результат не такой, как мы предполагали. Так возникла показательная медицина, показавшая, что, знаете что, мы можем знать, но пока мы не докажем точно, что что-то работает, мы не можем быть уверены, потому что знаний недостаточно, а опыт обманчив. Опыт вообще штука такая хитрая в медицине. Мне кажется, что это лекарство работает. Опыту невозможно никогда понять. Согласны? Ну как? А как вообще лекарство определяют? Сейчас скажу, есть такие непосредственные воздействия, если отрубить человеку голову, он умирает. Эти связи понятны. Но если ввести ему в вену лекарство, что-то там другое с ним происходит, мы не знаем, что-то и так бы с ним произошло. А может быть, с ним могло произойти что-то еще хуже из-за нашего лекарства, но, слава богу, оно не подействовало. То есть мы никогда не знаем. Поэтому любое вмешательство, не только лекарство, надо проверять. Очень если упрощенно, раз объясняется, как это делается, очень просто если, то нам надо взять 100 человек с насморком и еще 100 человек с насморком, но надо, чтобы они были, чтобы это были очень похожие группы. Одного примерно возраста, в целом здоровые, чтобы их можно было сравнивать. Потом нам надо в одной группе дать лекарство, вот это наше, которое мы с вакон веков с 1 тысяча используем, и хотим все-таки посмотреть, работает оно ли. А другим надо дать тоже что-нибудь. Потому что если им не дать ничего, то будет разница в том, что у этих сработает эффект плацебо хотя бы. Знаете про плацебо? Значит, поэтому надо дать второй группе плацебо, для того, чтобы уравнять действия. Допустим, человек, верящий, что его лечат, что-то с ним происходит. Среди из 100 человек 20% из-за того, что им кажется, что их лечат, будут чувствовать себя лучше. Но надо, чтобы эти 20% были и в той, и в другой группе. Правда? Значит, одним дается пустышка, а другим дается лекарство. При этом важно, чтобы они не знали, что им дается, естественно. И важно, чтобы их врачам и тем, кто их лечит, чтобы они тоже не знали. Это называется двойной слепой метод. Их людей надо перемешать. Надо, чтобы компьютер выбыл, какой из них получит что. Чтобы не было никакой предвзятствий, чтобы не было различий в группах, случайно привлеченных к человеческим факторам. А потом надо, что, кстати, сделать потом? Тоже вопрос. Вот что потом делать? Вот эти получают, и эти получают. Что надо оценивать потом? Тут тоже много хитростей. Можно, конечно, оценивать, сколько вирусных частиц в носовой слизи на пятый день болезни. Но кому это интересно? Мы говорим про клиническую медицину. Нам интересно, сколько дней люди болели, сколько они получили, не знаю, больничного, сколько их они заразили вокруг себя, сколько из них получили осложнения и попали в больницу. В общем, на выходе надо иметь то, что мы называем клинический значимый исход. И если доказано, что в группе, получавшей лекарство, эффект достаточно, существенно выше, чем плацебо, и значимый эффект именно вот в этих значимых вещах, тогда можно сказать, что это лекарство доказано эффективно. Тогда и только тогда. И вот когда началась эпоха доказательной медицины, в общем-то, оказалось, что очень много вещей, которые мы делаем, не работают. Не работают, а то и вредны. И на сегодняшний день стандартом является все-таки, конечно, не так просто, а далеко не про все вмешательства проведены такого рода исследования. Допустим, вы когда придете ко мне на прием, очень всех приглашаю, и вы спросите, я кормлю грудью, можно ли мне ходить в баню? Ну вот исследование про то, на каком месяце жизни ребенка, как хождение в баню, как влияет на что, такого, наверное, не проводилось. То есть не про все проводилось исследование, конечно. Поэтому у нас есть свои врачи методики, как всякую информацию распределять по уровням доказательности. Это уже наши такие особенности. Но главное, что золотой стандарт сегодня. Врач должен выбирать вмешательства любые, диагностические, лечебные, профилактические, только те, про которые можно сказать. Здесь есть доказательства, что это эффективно. Не вы, что мне кажется, что это сработает, не вы, что я всем даю, и мне кажется, что это классно, а потому что есть какие-то доказательства того, что это работает. И, в общем, возвращаемся к нашей теме. Чаще всего дети болеют соплями и поносами, как известно. Говорим, мы лучше про первое, про супли. Значит, самое частое. Это какой возраст? Ох, любой возраст. Вообще не важно, какой возраст. А знаете, сам сейчас проблем простуды? Острые, респираторные, вирусные инфекции, если хотите. Сопли, кашли, температуры. Вот простуда, условно говоря. Грипп, кстати, тоже относится к этой категории. Вот почему мой подход кажется всем таким, прям приходит, нам так нравится ваш подход. Притом, что никакого подхода особенного нет в этом. Смысл в том, что все имеющие ребенка, хоть раз пришедшие с ним к врачу, сейчас я хочу ваши сочувствующие глаза встретить, примерно встречают вот это вот, то, что на левой картинке. То есть у наших педиатров припасен на все случаи жизни хороший такой спицик лекарств. Значит, чтобы подкрепить иммунную систему одно. Знакомо? От кашля, еще одно. Горло, третье. Для носа, четвертое. И хорошо, если на этом остановятся. Еще же могут что-нибудь приплезти. А подстава в том, что ни одно лекарство вообще не доказало своей эффективности при вирусных, при респираторных, ну, таких вирусных инфекциях для детей. Ни одно. Ни единое. И взрослых тоже. Есть несколько молекул, которые доказали эффективность при гриппе, но именно при гриппе. И то надо понимать, что такое эффективность. Эффективность – это уменьшается продолжительность заболевания на полтора дня. При условии, что начали принимать лекарства в первый день, когда обычно еще не ясно, грипп это или что-то другое. В общем, все, что у нас продается под простудой грипп и как бы преподносится, как вылечивающее и обязательное, не доказано. А значит, не нужно. Хочу вас на это подробнее. Я даже где-то список преподаю, чтобы ничего не пропустить. А то я никогда с этим не работаю. Поэтому забываю. Значит, первая, самая главная среди этого – это иммуномодуляторы. Вот они здесь. Вот это вот так пришел, это вот фотография из моего кабинета. Пришел ребенок лечить инфекционный мононуклеоз. Слышали такое? Кстати, тоже просто вирусная инфекция. То же самое, по тем же канонам. Нету лекарства, доказавшего эффективность. А вот его лечит, причем иммунолог его лечит. Виферон и еще несколько иммуномодуляторов. Это преподносится как лекарство. Ну как же убивающие вирусы, помогающие иммунной системе бороться с вирусами. Как же, как же, без этого нельзя. Нету лекарства, действующие на вирусы, кроме гриппа. Ну и гепатитов, сложных вирусов. Мы не о них сейчас говорим. Это просто можно запомнить настолько крепко, что никогда, никакое такое лекарство можно смело не использовать. Можно лекарство? Да. Скажите, а эти иммунологияторы, они помогают иммунную систему? Нет. Кого-то лучше? Нет. Нет, нет таких доказательств. Нет. Все, что проверялось, оказалось абсолютно неэффективным. А что-то просто даже и не проверялось. Но логика за этим стоит. В общем, с научных позиций не очень крепкая. Нет, они не помогают. Вообще, иммунная система в порядке у большинства. У человека, который часто болеет соплями, в порядке иммунная система. Не в порядке иммунной системы у того, у которого 4 пневмонии в году. Или у которого гнойные острубилиты. Или у которого грибковые инфекции во рту. Вот это что-то не то. Но это очень редко. А при вирусных инфекциях все в порядке. Когда инфекция во рту, это же то, что кандидоз. Понимаете? Да, кандидоз. Но не у младенчиков, когда они там. Ну, понятно. А вот после антибиотика считается? Не считается. После антибиотика может быть, да. На пустом месте, непроходящие. Тут, конечно, так не скажешь, надо подаваться. Но необычные, странные, нетипичные инфекции, условно говоря, и частые, и тяжелые, и длительные. Это признак недостаточности иммунитета. Простые стопли, кашля и температуры, это нормальная реакция иммунитета на встречу сверху. Поэтому ничего, что под знаком иммуно, пожалуйста, не давайте своим детям. Особенно то, что идет в свечках, которые вставляются, извините, в попу. Потому что это такое место важное в теле человека, в которое не надо залезать. В Америке считается вообще использование ректальных форм просто унижением человеческого достоинства. Даже если это делается в том числе от температуры. Только в крайнем случае сироп внутрь, если выплевывает и тошнит, это тот единственный случай, когда можно. Но вот оставлять это всегда на край, потому что, ну, рот – это естественный механизм поступления в организм человека всяких веществ. Пусть так и будет. Вот. Я хочу сказать, что достаточно смело, можно сказать, им нет всегда. Вы придете когда ко мне на прием? Я очень призываю. Вот не приставайте ко мне или к своим педиатрам с тем, что нам прописали такие-то и такие-то иммуномодуляторы. Можно не уточнять это еще раз. Да? Во всех случаях. Можно не уточнять, но вот именно нам, именно у нашего ребенка и именно сейчас. Вот ни в каких случаях и никогда эти вещи не нужны. Точно вам говорю. Значит, кроме иммуномодулятора не играют роли при простудах антигистамины. Фенистилы, супрастин, вот эти дела. Кроме единственной ситуации, когда вы хотите ребенка усыпить. То есть, когда ребенок не может спать, и вы решаетесь на то, чтобы дать ему условия, ну, снотворное, если хотите. Самое безопасное снотворное для детей – супрастин. Димедрол, если вы найдете. Но только для этого, да? Они не уменьшают насморк, они не облегчают кашель, они не обладают каким-то непонятным мистическим воздействием на какие-то механизмы воспаления, роли не играют. А если аллергический насморк? Кроме того, как... Кроме ситуации, когда аллергический насморк, естественно. Речь о вирусных инфекциях. А вот это для желудка, потому что они тоже параллельно прописывают, а не про флоры. О, это отдельный разговор, да. Значит, про флоры, для флоры, да? Да, тоже при вот этом все, чтобы... Бифоформ? Да, бифоформ. Значит, эффективных пробиотиков – это пробиотики. Есть они. Есть доказанные эффективные конкретные бактерии в конкретных количествах в определенных ситуациях. Но тех, которые доказали свою эффективность, их даже нет в продаже в России. То есть все, что продается в России под знаком био, чего-то, да? Это другой разговор, чем смерть. Смерть делает совершенно конкретную вещь. И то, что значит, помогает. Можно обойтись без нее. И она не пробиотики. И можно завтра обойтись без нее. Завтраст. Это такая симптоматическая вещь. В том смысле, что, ну, когда у человека понос, он может немножко уменьшить понос. Но на самом деле, без нее можно запросто прожить. Это необязательная вещь. Все, без чего можно прожить. Мне кажется, ну, значит, следующая группа, про которую надо сказать особенно, это муколитики. Это то, что от кашляй нам с вами прописывают. Муколитин, амбраксол, лазалван, аскорил и так далее. Лекарства, смысл которых, они разжижают мокроту и помогают ей отходить. Значит, важно, что, очень важно знать про эти лекарства, что их ни за что, никогда нельзя давать детям до 5 лет. Ну, вот грудной эликсир, который чаще всего это травки. Скорее всего, вообще ничего не делает, поэтому на здоровье. Вселенский опыт говорит. Ну, скорее всего, нет. Если он что-то делает, то лучше не надо объяснить. Те муколитики, которые действительно что-то делают, опасны детям до 5 лет, потому что они, разжижая мокроту, увеличивают ее объем. И таким образом можно спровоцировать наоборот, а не предотвратить осложнение. Дети могут захлебываться мокротой, и вероятность пневмонии, воспаление легких у них увеличивается, а не наоборот. А если их назначают манголятами? Тем более, если их назначают манголятами. Потому что они помогают. У нас кашля безостановочная, так как мы просто перепробовали, они же действительно помогают. Да, они могут создать ощущение, что кашель быстрее переходит из сухого в мокрый, что называется. Но понимаете, мы с вами уже говорили про конечные точки, про клинические значимые исходы. Кому надо, чтобы сухой кашель быстрее перешел в мокрый? Кому это надо? Надо, чтобы у ребенка было меньше осложнений, чтобы он спал. Но вот муколитики не облегчают ночной сон. А что сделать так, чтобы он не захлебывался? Дать ему ложку меда, увлажнить воздух, высморкать нос и дать много-много пить. А если не высморкать нос, если нос чистый, а дно и внизу его не отсморкать? Дать много пить. Вот это доказано в исследованиях, что питье достаточно разжижает мокроту настолько же, насколько делают муколитики. Но зато без опасности того, что ребенок захлебнется этой мокротой и получит себе пневмонию. Мы с моими коллегами, с единомышленниками, это у нас просто кодовый знак. Так, Рашидовна, хватай, там ребенок с пневмонией за два года. А что так? Ну, политики. Это просто мы видим, и это доказано тоже. То есть, вы можете быть уверены, что вы не вредите ребенку, если вы ему даете питье просто, но много действительно, а не что-то такое. Зато вы не рискуете тем, чтобы заслужить осложнение кольца. Много это сколько? Много это много. Много это много. Это 2-3 литра жидкости. Много это можно? Мм? На какой период? На противоположный. Да. Вот эта ситуация, вот эта понятная мне ситуация. Ребенок не хочет пить. Эта ситуация понятна. Если человек не пьет, а ему надо пить, а у него обезвоживание, тогда надо что-то делать. Но не политики ему надо давать, а его надо в больницу вести капельницу ставить. Нет. А если не на столько случая, что у вас не надо, у нас уже не пить, а у нас пойдет? Арбуз, мороженое, пожалуйста, здорово, конечно. А бронхораживание? Вот. Другое дело бронхорасширяющие препараты, потому что у нас бронхолитики. Это лекарство от астмы, которое применяется при бронхиальной обструкции, про которую не планировала говорить, но скажу, что это совершенно конкретное, четкое состояние, при котором ребенок тяжело дышит с одышкой. И врач слышит две вещи, он должен услышать, учащенное дыхание, он должен вам сказать, здесь есть одышка, он дышит чаще, чем ему положено. И свистящие хрипы. То есть мы слушаем и слышим на выдохе. А ложный круг, да? Ложный круг – это немножко другое. Там слышны хрипы на вдохе. При ложном круге, поскольку вот здесь препятствие, стеноз гортани, то ребенок на вдохе делает такой звук, он кашляет, и это надо лечить, конечно. И вообще в любой ситуации, когда человек трудом дышит, именно часто дышит, надо лечить, и это к этому не относится. Но если просто кашляет, даже если он очень сильный, очень прям-прям жуткий, муколитики не помогут здесь. Зато могут усложнить дело и, в общем, привести к усложнению. Питье много, пусть это будет жидкость в виде желе, мороженого, чего угодно, пусть будет сладкое, пусть будут соки, и пусть это будет мороженое, это жир, это прекрасно, потому что, особенно детям, которые не пьют, потому что это жидкость вкусная. Он ест ее, но вообще-то это жидкость, правда? Так что это очень хороший вариант. Нет, нет, потому что оно холодное, никаким образом ни на что не повлияет. Вообще холод здесь не играет особой роли. Холод играет роль в том случае, если вы будете запихивать ему мороженое, он говорит вам, не холодно, не надо, и вы будете продолжать запихивать, тогда это, скорее всего, сыграет роль какую-то. Но если ему нормально, то точно так же с переохлаждением и с хвозняками. Надо сидеть и реально мерзнуть, так же прям чувствовать, я мерзну. Тогда это, скорее всего, как стресс, может спровоцировать у меня вирусную инфекцию, или там вирус, который пролетает мимо, может. Но если я сижу на сквозняке, как вы, все мне говорят, ой, осторожно, простудишься, но мне нормально, значит, это для меня не стресс. Понимаете? Теперь охлаждение играет роль только в случае, если это стресс для организма. А человек всегда чувствует, стрессы для него или нет. Скотой в сибиратуре. Гулять можно при любой температуре. У ребенка. У ребенка. У ребенка, да? Сама по себе прогулка не вредит. Другое дело, что когда человеку 40, он не хочет гулять, и не надо его тащить, правда? А если у него 37-38, и невозможно его держать дома, а на улице прекрасная погода, то совершенно ему не навредит выйти при условии, что вы просто его периодически будете спрашивать, ты в порядке, что у вас там в оборот не свалился от того, что бегает другая, да? То здесь включить то, что называется common sense, просто вот житейское какое-то такое, вполне можно. То есть прогулки не вредят, купание не вредит тоже, ни при какой температуре, ни при какой. Кстати, при кашле, вот посидеть в теплой ванне часто даст срабатывать так же, как доза муколитика через уголят. Ну вот, это про муколитики, так что осторожен с ними, а после 5 лет, я всегда говорю, ну если до 5 нельзя, и никому от этого хуже не стало, вопрос, надо ли после 5. Я лично даже взрослым, ну я сама никогда не принимаю такие вещи, никогда. А вердуал? Вердуал это другая история, это вот то, что был вопрос отсюда, это бронхорасширяющая. Еще раз, эти лекарства только по назначению врача, если звучит слово абструкция, только в этом случае. Абструкция, это когда бронхи, вы представляете себе, да, наши легкие бронхиальные дерева, вот самые конечные веточки, вот маленькие, они в ответ на вирус, как у астматика, могут сжиматься. От этого тяжело дышать, вот эти веточки, через узкие трубочки, тяжелее. Из-за этого дыхание с усилиями, более часто. То есть должна быть обязательно дышка, чтобы такой диагноз поставить. И свисты, когда мы слышим воздух, проходящий по тоненьким трубочкам. Тогда это надо, конечно, лечить. Но если кашель, ой, надо бы поделать вердуал, если просто кашель, абструкции нет, надо бы поделать вердуал, это уже по инерции, значит, они так любят всем его назначать. Не надо. Это нужно, ну правда, одному из, наверное, 20 детей с кашелью. Не больше. Слово абструкция должно быть. Но опять же, муколитики при абструкции тоже не играют роль. Муколитики – это вообще лекарство, придуманное для, например, муковисцидоза. Тяжелейшая, неизлечимая болезнь, приводящая к преждевременной смерти, при которой слизь, все секреты, ну как бы все слизи, которые вырабатываются в организме, вырабатываются слишком густые. И из-за этого закопоривают постоянное внимание. Вот им нужны муколитики, им нужно разжижать эту слишком густую мокроту, потому что они иначе просто улыбают очень быстро. Но это совершенно не наша с вами история. Слушай, это физраствор в ингаляторе. Физраствор в ингаляторе. Можно. Доказательств того, что это лучше, чем плацебо, тоже нет. Вреда, скорее всего, тоже. Ну, то есть доказательств вреда тоже нет. Скорее всего, это работает как увлажнение, то есть равносильно питью и воздуху, увлажненному просто. Я всегда говорю так. Если вам ребенку нравится сидеть и делать ингаляцию, а у вас возникает чувство, что что-то сделано, и тоже ощущение есть, что легче, на здоровье. Но если вы не видите эффекта и или, если ребенок орет истошно с этой маской и просит выпустить меня скорее, то это абсолютно того не стоит. Не стоит. Ребенка, который не хочет делать ингаляцию, нужно запросто оставить без ингаляции. Если это не ингаляция с лекарством, которому действительно нужно. То есть бердуал при обструкции, пульмикорд каждый день при бронхиальной астме и пульмикорд при крупе. Вот три ингаляции, которые бывают нужны. Как-то так, да. А по здоровому детей просто сомнешься? Если тяжело ночью спать? Если тяжело ночью спать, то можно так и быть, разрешаю. Можно использовать, есть капли, сосудосуживающие, просто уменьшающие отек, уменьшающие заложенность носа. Аквамарис? Аквамарис – это соленая вода, которая помогает соплям выходить, помогать сморгаться тем, кому трудно сморгаться. На здоровье. Аквамарис такая. Ради бога. Он пробивает? Да, полезно. Скорее нет. Может вызвать аллергию, может вызвать спазм бронхов. И все, что похудшее, может потенциально вызвать у детей очень реактивные дыхательные пути. Может вызвать. А польза очень сомнительная. Вернее, скорее всего, ее нет. Польза никакой. То есть, все, что увлажняет, хорошо. Но опять же, нет доказательств того, что если не брызгать в нос Аквамарис, то человек не вызвает от нас на руках. Все равно выздоровеет. У меня кровь и грудь и мяч. Да, да. Ура. Молодцом. И опять же, Аквамарис тоже надо понимать, зачем это дело. Это для того, чтобы густая сопля легче от сморкалась. А если она не сгустая? Если она не густая, смысла нет. Или если она густая, но человек умеет сморкаться, и у него получается сморкаться, то тоже это необязательно. Сморкаемся и на здоровье. Люди, которые страдают излишней сухостью носа, кстати говоря, взрослые, и используют вещи типа Аквамарис просто ежедневно, потому что он хочет сухой нос, они отдыхают, когда у них насморк. Потому что можно пожелать. Куча слизи вырабатывается, хоть какое-то время слизь-то не сухая, а мокрая. Вот. Отсасывать сопли нет необходимости. Они никуда не денутся. Они не перелезут в мозг, они не перелезут в уши. Ничего с ними не... И они не спустятся вниз, что самое главное. Вообще сопли... А если не спать и пимарит, тогда надо... Надо морить. Вот это несвязанные вещи. Вот, к сожалению, пока что, мы не знаем, что можно сделать, чтобы не случилась нойморита. Вот он либо случится, либо нет. Вот так же, как, кстати, с бронхитами, с вниманиями. Вот будет или не будет. Какой влияние этого никак не может. Но вот когда мы со стервенением отсасываем сопли, так, что как будто уже прям мозги высасываем, нам кажется, что мы таким образом уменьшаем вероятность этих осложнений, но на самом деле нет. Когда ты пушку делаешь, уже принимаете, это же отсасывается? Да. Это тоже надо делать? Отсасывать вообще необходимости нет. Можно это делать? Можно, опять же, я говорю, можно. Если хочет дуду дышать и сосать невозможно, ребенку плохо, можно убрать немножко, но столько, сколько нужно, чтобы он вновь задышал. Хоть как-то. Вот ребенка, который у маминой груди хлюпает носом, как паровоз, у него так пузырят сопли, не надо ему ничего отсасывать, он нормально справляется. Нас раздражает звук. Но он справляется, он сосет, и слава богу, и не надо. Я, постарше, постарше надо учить сморкаться. С трех лет дети уже умеют сморкаться обычно. И просто надо учить сморкаться как можно больше. И чем меньше он будет отсасывать, тем больше будет хотеться высморкаться. Хорошо, а вот эти, например, всякие аэрозоли-спрай, которые на основе, типа морская вода. Вот морская вода, она просто увлажняет. Ради бога, морская вода, да, можно. И можно сосудосуживающие капли, чтобы просто, если очень тяжело. Но вот вы вспомните, да, в себя вспоминайте с насморком. Бывает, там, один этот день первый, когда или все время чихаешь, и просто сил нет, глаза красные, да, вообще-вообще. Можно себе помочь, но важно понимать, что вот эти називинг, семилин, вот эти вещи, от них ребенок быстрее не выздоровеет. Он облегчает, облегчает. Да-да-да. Он не уменьшит уменьшит вероятность осложнений. Он облегчит на несколько часов носовое дыхание, на здоровье. Вот, горло. Придем в горло. А вы расскажете, чем лечить он вы, чем не лечить? Чем лечить? Поняли. Пример. Сейчас я вам про лечить и скажу. Я сейчас закончу еще. Это были муколитики, чего не надо. И последнее, про то, как бы, что не надо, но тут над заговорками, это, конечно, антибиотики. Да? Значит, про антибиотики, хочу сказать. Слава Богу, я чувствую, что мы уже здесь в России поняли, что вирусы не лечатся антибиотиками. Это я уже чувствую, что как-то все поняли. Но все-таки надо еще немножко довести до конца эту историю. Вот эта хорошая таблица, которую ВОЗ выпустили, распространяли. Был такой день, день, что ли, борьбы с тяжелишним выписыванием антибиотиков. Какая-то блаткая акция. Чтобы еще раз напомнить, что антибиотики при любых вирусных инфекциях написано простуда, насморь, никогда не нужны. Топли зеленые, белые, две недели, три недели, четыре недели, вонючие. Антибиотики не нужны. Никогда. Она насморь. Другое дело, если боль в лице, КТ, гайморит, другой разговор. Но это у детей почти не бывает. У детей очень редко. Нет. При вирусных инфекциях, вообще при инфекциях, не играет роль по индексу, никакой. Лекарства, в общем, от аллергического ринита. А биопарол? М? Биопарол? Сына? Никогда. Значит, бронхит. Часто слышу, ну раз бронхит, тогда антибиотики. Нет. Бронхит, это тоже разновидность ОРВИ. Как любой ОРВИ, конечно. Любой ОРВИ, вирусная инфекция, мы кашляем с частицами вируса переноса. Угленьков, это коклюш, коклюш. Да. Это лечь с антибиотиками. Но это лечь с антибиотиками не для того, чтобы вылечить человека, он будет кашлять свои 6 недель все равно, а чтобы уменьшить распространение бактерий в популяции. Неприятное слово. Гриб. Нет. Гриб не лечится антибиотиками. Дальше важная срочка. Смотрите. Это перекликается с вашим вопросом про горло, про полоскание горла. Стрептроф. Это стрептококковая ангина. Значит, часто вы будете слышать, я слышу, андремень, посмотрели в горло, там что-то белое, значит ангина, значит нужна антибиотика. Значит, во-первых, в горле у человека могут быть белые вещи. Это надо понимать. В том числе у здорового. Это называется пробки миндальных. Они никакого отношения к острой инфекции, к ангине не имеют. Это просто пробки миндальных. Это вообще вопрос гигиенический, а не медицинский. Слово о хроническом транзилите, которого тоже не существует. Леты, беловатые, всякого рода на миндальных горле могут быть при вирусных инфекциях. Могут. То, что там что-то есть, еще не значит, что это бактериальная инфекция, которую надо лечить. Единственная бактериальная инфекция в горле, которую надо лечить антибиотиками, это та, которая вызвана внимание, бета-гемолитическим стрептококом группы А. БГСА. И только им. Только бета, только гемолитическим, только стрептококом, только группы А. А если способ остановить, это мазок, да? Да, абсолютно верно. Мазок, либо, а лучше и то, и то, стрептест, то, что называется. Быстрый анализ, который, надо понимать, что он достаточно специфичный, но не достаточно чувствительный. Что это значит? Если он положительный, скорее всего, ангина есть. Если он отрицательный, не факт, что ее нет. Вот так. То есть, если бета-гемолитическим ангина, то просто на основании смогут в голову, то я имею право, что он взял анализ? Да. Значит, прав, разговор совершенно отдельный. Но вы совершенно точно можете отложить прием антибиотика до того, как сходите и сдадите по анализу. А платные вот эти вот, которые... Платные на здоровье, да. Выходишь сразу... После этой стрептококковой истории проблема вот в чем. Что мы уже сказали, если стрептест положительный, и если клиника похожая, я сейчас объясню, что это значит, тогда лучше начинать лечить сразу. Если отрицательный, что делать? Посев более достоверный делается долго, он делается 5-6 дней. Но, что важно очень понять, при стрептококковой ангине смысл лечения антибиотиками не в том, чтобы человека вылечить сейчас, он выздоровеет и так. Нет. Повторную серию. Нет. Даже не это. смысл в том, что бета-гемолитический стрептококк группы А, этот самый, имеет очень гадкую способность вызывать в нашем организме поздние аутоиммунные осложнения, ревматизм и гламеролонефрит. Припоминаете что-то такое? Вот он переболел ангиной, потом у него почки. Или вот ангина, и потом у него сердце. Помните, может быть, кто постарше может помнить такую историю, с ревматизмом? Его было много раньше. И вот чтобы этого не было, для этого даются антибиотики. Обязательно курсом на 10 дней. И начать этот курс надо до 9-го дня заболевания. Что это значит? Заболел человек ангиной, мы доказали, что у нас с рептококкой, у нас есть 9 дней, чтобы доказать, и чтобы начать этот курс с теми целями, с которыми эти антибиотики доказаны эффективно. Друзья, что-то все ваше. А иметь ли смысл вообще их доказывать, если есть основания полагать, и мы боимся, так скажем, причинно-следственной связи, которая может возникнуть от самого заболевания, и даже не до конца уверена, может быть, все равно сделаться. из-за того, что эти посевы делаются долго, и из-за того, что иногда дети болеют довольно неприятно с ангиной, ну, ярко, иногда прямо не хочется дать антибиотик, не дожидаясь результата анализа. Но просто, чтобы вы представляете себе, есть очень простой способ сориентироваться по клинике. Стрептококковая ангина, еще раз повторю, единственная, которая лечится антибиотиками, это все в горле, то есть вся проблема в горле, жуткая боль в горле, краснючие налеты и лимфоузлы, и температура высоченная, отсутствие насморка и отсутствие кашля. Человек с больным горлем и кашлем не болеет стрептококковой ангиной, никогда. Человек с больным горлем и насморком не болеет стрептококковой ангиной. Даже нет смысла сдавать ему этот мазок. Это хороший, легкий способ ориентироваться. Они не переходят к другу? Насморк на тело, на мобок. Нет, они не переходят. Просто если есть насморк или кашель, или и то, и то, и больное горло, то тогда больное горло, конечно, это та же вирусная инфекция, что и тут, и там. Вот и все. Мазки, взятые у человека с насморком и кашлем, положительные на стрептококк, это самая неприятная ситуация, потому что, скорее всего, это носительство. Стрептококк еще и живет у нас в горле часто, у многих просто так. Если взять вот у нас с вами, у многих будет он положительный. Но вне болезни его невозможно удалить оттуда, лечить его бессмысленно. Он не исчезнет оттуда, носительство, где угибло его лечить. Так что примерно как-то вот так. Что еще сделать с горлом? Вот антибиотики лечат стрептококк и ангел. Все остальное с горлом, вот никаких доказательств нет. Зачем полоскать? Вопрос. Чтобы их прочищать каким-то мистическим образом, они сами себя прочищают миндальные. Питье достаточно моет миндалины во всех их складках. Лекарств, кроме антибиотиков, при церковой аргине, туда никаких не нужно. Ну, то есть, ничто неэффективно. В соответствии, спреи ничего не делают. Спреи ничего не делают. Плоскание равносильно питью. Что дополнительного, кроме питья, не делают? Мирамистин, который уже из крана льется, да? Мирамистин? Мирамистин ничего не делают. Мирамистин обрабатывает раны, чтобы в них не развелось мгноение. На здоровые слизистые кожу мирамистин не нужен. Сара, а у нас все-таки это травма, что в год, там эти 10 дней, у него это очень много. Торопеть антибиотиков не очень ли это временно? Сейчас отвечу. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, закончим с этим. Спреи в горло. Ну, вот никаких лекарств в спреях, которые детям нужны, в приборе, ну, их нет. Не говоря уже о том, что у детей брызгалки в горло могут опять-таки вызвать спазм. И горловой спазм, ларингоспазм как круг, и бронхоз. Получается, да. Получается, что тонзелит родился. Если не звучит сертофокова ангина, доказанная мазком, а звучит ОРВИ тонзелит, тонзелит, назофарингит, ринит, фаринготрахеит, ларинготрахеит, трахеобронхит, ларинготрахеобронхит, рина, фаринготрахеобронхит, на здоровье. Это все ОРВИ. И при этом всем надо обеспечить достаточное поступление жидкости, чтобы были влажные слизи, увлажнялись все эти слизи, и не было обезвоживания. И надо держать под контролем температуру. Сейчас поговорим об этом. А равно ли что? То же самое. Это вообще гомеопатическая какая-то история, то есть доказательств там нет никаких. Правда ли, что при сегодняшнем слизи, слизи на носу, в определении, она ограничена молоком? Неправда. Которое вот не грудное, а на которую... Неправда. Никакой связи. Почему? Пошли мало. Нет связи, нет. Вот. Поэтому получается. Да. У меня теперь вопрос. А вот если показать знаковую, показывают увеличенное количество палочки ядерных или лейкоцитов, это показать какие-то изменения себе? Вот короткий ответ будет нет. Потому что не все так просто в анализах крови человека. Это должен интерпретировать врач. И даже нам порой сложно интерпретировать. Но я честно вам скажу, если ко мне приходит ребенок с картиной абсолютно вирусной инфекции, я бы ему никогда в жизни не сделала анализ крови. Но в кровь у него, то, что называется, бактериальная, я его не лечу. Потому что я тогда эту бактериальную кровь воспринимаю как случайную находку. И мы сейчас об этом поговорим в следующей части. Потому что бывает кровь бактериальная при вирусных инфекциях. Поэтому нельзя рассматривать анализ крови в отрыве от клиники, что называется, от симптомов. Точно так же, если есть явные признаки бактериальной инфекции, а кровь, как мы называем, спокойная, это в случае, когда мы все равно дадим антибиот. То есть клиника все равно важнее. Анализ крови это только в помощь. И иногда его бывает сложно интерпретировать. Поэтому я бы сказала, осторожнее с анализом. Да! Эриспал. Прописывают часто эриспал сейчас. Это вообще-то шкандрик. Это никто не знает, что такое эриспал. Это французский препарат, который описано, что в нем сразу, не знаю, 5. 5 параллельно действий. Такая эмпатия пошла. Он сразу и муколитик, и противовоспалительный, и все на свете. Доказательств эффективности эриспала нет. Так что эриспал тоже помойку. Жарковатый становится. Надо будет попросить, но... Он тогда ключ, что-то ключ довольно обретен. А специально будет неприятно. А поставим. Ладно. А, будет ли вред от того, что лишний раз пропили антибиотики? Не лишний. Без заболевания. Ну, допустим, раз в год. Да. Ну, раз в год пить антибиотики – это много для здорового ребенка. Ну, это много для ребенка здорового, я имею в виду, без хроничного заболевания, без проблем с иммунитетом. Это много. Раз в год антибиотики – это много. Даже в западной стране, если бы пришли и сказали, у нас раз в год ребенок принимает антибиотики. И они сказали, ой, ой, а чем же он таким болеет? Вот. Но, а еще раз, я хочу сказать, что вот какой вред так слишком часто. Вот этот вопрос сложноватый, потому что, ну, скорее всего, на уровне единичного организма, вашего конкретного ребенка, скорее всего, вреда особого тоже нет. Мы не знаем. Есть побочные эффекты. Если они не проявились, сразу, слава богу, но могут быть отдаленные побочные эффекты, о которых мы не знаем. Нет, просто возвращайся к другого рода, к доказательной медицине. Мы же не знаем. Мы же не знаем, на самом деле. Не знаю, через 10 лет могут доказать, что все дети, принимавшие амоксицелин, не знаю, когда вырастают, становятся, не знаю, криптоманами. Не знаю. Ну, как бы это. Нет, действительно, если отслеживать медицинскую науку, то удивительные вещи обнаруживаются, о которых мы не могли никогда догадываться. Потому что мы настолько мало знаем, на самом деле, про организм человека. Поэтому наша ответственность в том, чтобы использовать имеющиеся на сегодня доказательства. и не выходить за рамки этого. Поэтому вред от антибиотиков либо какой-то непонятный. Конечно, есть вред для всех нас вместе. Всякий раз пропитые антибиотики воспитывают микробы, чтобы становиться резистентным. Это не столько на уровне конкретного человека, как часто говорят, вот он пропил, и значит, этот антибиотик ему больше не поможет. Я только хотел спросить, да, вот там прошел год, и... Да, нет, 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 дело не в этом. А в том, что всякий раз, когда мы даем антибиотик ненужный, мы как бы вкладываем свою какую-то лепту в то, что в целом антибиотики перестают работать. То есть... И вот эти сроки, если вы бросили пить, это действительно? Ну, это действительно так, но если человек болен, если человеку и не нужны были антибиотики изначально, то лучше сразу бросить. Сколько я в своем кабинете отменяю антибиотиков, не представляете, все, что прекращать, прекращать, прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо выкидывать, да, дайте мне ваш антибиотик, убираем. Он вам не нужен, и не надо его заканчивать. Вот. И другой вред, который, мне кажется, есть, он такой, конечно, не такой конкретный, но мне кажется, это немаловажно. Дети растут с привычкой лечиться. И мне кажется, и таких исследований почти нет, но мне было бы интересно посмотреть на это. Есть исследование психологической зависимости от сказки, когда человек чувствует себя больным, в основном, что он нарушил. Да, здорово, спасибо. На более житейском уровне признаки этого видны на наших людях, уехавших за рубеж. Они уехали, и они просто, они возвращаются в Россию лечиться. Лекарства покупают. Не лекарства покупают здесь. Нас там не лечат, нас убивают там. Вот эта привычка с детства воспитанная, что если я заболел, мне надо лечить. Ну, опять же, есть ситуация спорная. Вы на даче, мазков нет. Конечно, ну дайте, господи, большой ошибки не будет. Но все-таки, ну как бы, мое дело просто сориентировать вас для тех случаев, когда вы в городе, мазки есть, врачи есть, не надо, как бы, да, на всякий случай ничего делать. Ну вот. Как и так. Поэтому чей вопрос был? Так что ж, ничего не делать? Вот. Вопрос был, девушки, который вышел, видимо, на ребенок взаимодействия. Значит, не то, чтобы ничего не делать, это не совсем так. Ко мне иногда приходят родители, они говорят, ой, мы к вам, потому что нам нравится этот подход, мы тоже считаем, что никогда ничего не надо лечить. Ну вот, я надеюсь, что вы поняли, что дело, конечно, не в этом совсем. Надо просто очень четко понимать, что и когда лечить. Поэтому задача родителей вместе с врачом, когда дети болеют, не столько даже в лечении зачастую, сколько в грамотном наблюдении. Задача обеспечить, чтобы ребенок прожил, выжил на фоне этой болезни, смог с ней справиться. Для этого ему нужна жидкость. И ему нужно контролировать температуру. Что значит? Если она очень высокая, приносящая дискомфорт, то ее надо снизить лекарствами, его профетов или процедовыми. На максимум 2. Все. А нурофет? А очень высокая, это какая? Нурофет, это ему профет. Это он и есть. Значит, очень высокая... У него в 39, и он прыгает. Значит, есть страны... И он хорошо, можно не сбивать? Да, скорее всего, он можно не сбивать. Значит, есть страны, в которых говорят 38,5, есть, в которых говорят 39. Скорее всего, и те, и те цифры выносятся в массу для безопасности. Пусть лучше все сбивают при 39, чем не сбивают. Но дело должно столько в сутрах, сколько при высокой температуре... Ну, вот есть эти разговоры о том, что высокая температура может навредить мозгу у ребенка. На самом деле, скорее всего, температура ниже, чем 42 безопасна для мозга. А все-таки все раза почти никогда не бывает. Поэтому основная опасность температуры даже не в этом, а в, еще раз, обезвоживая. В том, что с каждым градусом увеличивается потребность в жидкости. Поэтому ориентир такой. Если ребенок плохо себя чувствует с высокой температурой, ну, вы бы себе точно были изменить, приняли бы мурафен. Ну, и ребенка, пожалуйста, вы жалейте. Или если при высокой температуре он не пьет. Вот это вот, да. Если высокой температуре он не может пить или не хочет, лучше сбить, чтобы потери жидкости были меньше. Что происходит у нас в мурафене постоянно, да, 39,5, нормальный какой-то такой. Не сбивайте мурафен, сбивайте только компотом, мурафеном с мальдином. О, понятно. А это просто, ну, как бы там было заслонно, уже скоро... Вам надо посчитать дозу. Нам скорая считала дозу. Мы вызывали скорость, когда она не считала дозу на 5 мл 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 мальдин. Сколько весит ребенок? 19. Да, 5 мл ему не может быть достаточно никогда в жизни. Значит, смысл... Лекарства рассчитываются в педиатрии всегда по весу. 10 мл на килограмм. С мурафеном, если часто слышим такую проблему, потому что мурафен выпускается с дозировками в мл. Вот в таком-то возрасте вам столько мл? Да, это наоборот по возрасту. Но весы здесь очень по-разному. Вот 20 кг практически получается, если человек, да? 10 мг на килограмм при 20 кг – это 200 мг. Это 10 мл. Вы даете в 2 раза меньше дозы, чем была бы эффективной для него. И это частая ошибка, потому что ну вот нурафен так выпускается зачем-то. Парцетамолам обычно можно верить. Панадолы, эфиралганы, колполы, они выпускаются с мерными ложками по весу как раз. Если видели, там не миллилитры и отмеряются, а уже прям вес ребёнка. А вот мурафен с ним такая подставка. Поэтому да, часто слышу такую историю. А можно делать такую проблему? Лучше нету, чтобы она легенит нехорошее лекарство. У него есть бывают побочные эффекты опасные. В большинстве стран он вообще запрещён этот препарат. А у нас до сих пор на скорой? А у нас до сих пор на скорой при любом удобном случае, да. Поэтому, отвечая на вашу вопрос, если 39 носится, рак и пьёт, ради бога, не сбивайте. На здоровье. Раздейте. Обтирание. Вам меньше, что ли? Обтирание? Раздеть можно, несмотря на бродушку. Обтирание. Обтирание. Когда высокая температура, обязательно раздеть. С обтираниями. Значит, обтирание спирта, содержащими жидкостями, никогда в жизни запрещено просто под страхом. Водой. Обтирание снимает температуру быстро, но ненадолго. И чаще всего это ребёнку очень неприятно. Разгорячённое тело. Неприятно. Поэтому, если надо, правда, лучше дать лекарство. Это безопасно. Это сироп. Если он его склёбывает и срыгивает, можно его по чуть-чуть, защёкнуть, по чуть-чуть запивая большим количеством воды. Большинство можно дать сироп. И это безопаснее, чем всё остальное. Сделать что-то неприятное человеку, правда, когда он болит, вряд ли полезно. Скажем так. Это очень упрощённая, очень упрощённая история. На самом деле, если ребёнок токсичен, то есть при не очень высокой температуре, неадекватно болен, это признак тяжёлого заболевания. Не обязательно бактериальная инфекция, но в принципе что-то не так. И вот это, кстати, здорово, что вы вспомнили об этом. Это один из тех случаев, когда надо не лечить там обязательно, а вести человека к врачу. Вот грамотное родительское поведение – это питьё, сбивать температуру и наблюдать, знать, в каких случаях надо обязательно вести к врачу. И это один из тех случаев. Если самочувствие неадекватно симптомам, обязательно. Если есть затруднённое дыхание, а дышка, вообще человеку тяжело дышать, обязательно. Если есть температура, и любая сыпь, обязательно. И если ребёнок не пьёт, обязательно. Вот это, пожалуй, примерно очерчивает те ситуации, где надо ехать и потенциально лечиться. Но это лечение может заключаться, опять же, не в муколитик, а в антибиотиках, а в том, что надо лечь в больницу, капать жидкость и кислород в маске. Представьте, одни из самых тяжёлых заболеваний лечатся только вот этим. А мы уже, кстати, в наше время... А третья ситуация какая-нибудь будет теплоза? Последняя страничка, это что? Это инфекция мочевыводящих путей. Редкая, на самом деле, история, обязательно должна быть доказана посевом. Значит, я чувствую, что по программе здесь что-то дальше происходит в 9 часов, да? 9.20. Значит, у меня есть девушка время, я хочу продолжить. Да. Да. Не все могут приехать с вам живьём. Да. Не все могут найти врача, которые как вы... Взимая, когда я спереди, а лучше. По штативу я спрашиваю, забегуешь? По штативу я ещё забегу. Но там парень должен быть с темпой. К сожалению, вы ничего не сделаете. Мне очень жаль, что у меня нет совета на какие-то сообщения. Вот нас, нас таких, какое-то количество есть в Москве, но, конечно, немного. Вот мне очень жалко, правда. Могу только сказать, что есть вот эти два сайта. Где мои единомышленники глюют и ночуют, чтобы отвечать на вопросы. Конечно, консультирование в интернете – это дело жутко неблагодарное. Конечно, при прочих равных лучше не надо. Но если другого выхода нет, вы показали ребёнка врачу в поликлинике, вы не можете показать кому-то ещё, вы сомневаетесь, вы мучаетесь сомнениями, сходите в одно из этих двух мест. Там, во-первых, будет много часто, ну, ответственно, часто задаваемые вопросы. А в таких есть возможность проконсультироваться. Конечно, это суррогат, но хоть как-то. Но вопрос вообще очень понятный. Я не завидую родителям детей в нашей стране. Сама была в этой позиции. Сама. Вы уже слышали мой путь. У меня был вопрос, как-то есть, потому что вы говорили, как все это в народ. Во многих вещах вы... Я слышала, что вы... Да, да, да. Ну, вот вопрос, как бы, Маша. Да. Вот слушайте, у него достаточно много информации, о ней телевидении. Достаточно, я хорошо к нему отношусь. Мне кажется, он очень хороший популяризатор доказательной медицины. Иногда он позволяет себе вольности, я бы так сказала. То есть он может, как крепкую рекомендацию, дать что-то недоказанное. Я, наверное, тоже этим страдаю, но я стараюсь, не знаю, получается, слышно это или нет, но я стараюсь говорить, это может, это могло бы, скорее всего, там, где недоказано. Он вот может иногда сказать, вот надо только так четко, хотя за этим не стоит доказательств никаких. Значит, осталось 5 минут на нуте, я вот 5 минут на руку. Я это сделаю. Значит, еще тем, который я пробегу очень-очень быстро, вот с таким тоже смешным названием, случайно и на почте, что мы ищем на рутинах, осмотрах аналитиков. Когда это были рутинные, я имею в виду знакомые вещи, нет? Ага, вот маленькие дети еще. Это форма 0,26У. Такая карта, диспансеризация для действия. А вы уже начать должны? Я заходил в 20 минут. 21-20. 21-20? Да, да. Поизвинись, пожалуйста. Мне 5 минут. Это 26-я форма. Такая диспансеризация, которую наши бедные дети должны проходить при поступлении в сад, в школу и потом тоже дальше. Значит, в ней анализ крови, анализ мачч, анализ каллы, осмотр всех мыслимых и немыслимых специалистов. Помимо этого, еще вы привыкли, что вас гоняют. Узи такое, секоя, ортопед, невролог все время и так далее. В общем, две вещи хочу про это сказать. Значит, все, что делается со здоровыми людьми, это называется скрининг. Значит, это исследование, которое, ну или не исследование, любое вмешательство, которое доказало, что если всем здоровым людям это сделать, то это поможет выявить достаточное количество чего-то, что можно изменить. И вот скринингов в педиатрии очень мало. Доказано, что нужно детям только, это сложно очень таблицей, но это просто, чтобы показать, что я не гласла. Вот здесь смело перечислено. Вот все, что досюда, примерно, это осмотр педиатра. Примерно. То есть, здоровым детям нужен один раз после года, один раз в год осмотр педиатра. До года нужен только педиатр, только в сроке прививок, скорее всего. То есть, мы чаще всего делаем в месяц, в два, в четыре, в шесть, в девять в год. Не нужны специалисты. И специалистов нужен один раз в год офтальмолог, и дальше раз в год проверка зрения. невролог, если хороший педиатр, не нужен. То есть, вы понимаете, если вы идете к неврологу, зачем вы к нему идете? Потому что педиатр не хочет смотреть неврологический осмотр. Но, в принципе, это все не нужно. Большинство диагнозов, с которыми возвращаются от невролога, это несуществующие диагнозы, или диагнозы, которые надо лишь бы что-то поставить. внутричерепное давление, ПЭП, ЦНС, гипертонус, и так далее, и так далее. Просто в тему про неврологу, я смотрю, была у невролога, первый осмотр, и как раз сказали про гипертонус, что вот поскольку массажист один в внутренней остался, делайте ей массаж сами, вот у вас там про снижение. А я как-то сама себе не доверяю, я же не врач. Большинству детей массаж не нужен. Если сказали, что можете сделать сами, скорее всего с ребенком все в порядке. Он нормально развивается, у него нету явных перекосов, каких-то кривых там конечностей, судорог и так далее. Если у него симметрично с обеих сторон вот так вот сжатые кулачки, это в месячном возрасте нормально. Ну, в общем, одно единственное УЗИ доказано нужно это тазобедренные суставы в младенчестве. Все. УЗИ мозгов не нужно никому, потому что не доказано, что в мозгах нет. Значит, вред от того, чтобы делать много исследований, это случайные находки. Просто хочу сказать, это очень неприятная вещь. Это когда сделали исследование просто так и нашли там киста, какая-то не такого размера щель, белок в моче, лекозы в моче, какие-нибудь не те клетки, где нитрофилов мало, много. и потом я сижу и ломаю голову, что же с этим делать. Лишние анализы это лишняя информация. Не советую. Точно так же анализы перед прививкой никогда не нужны никому, нет никаких доказательств, что это как-либо улучшает результаты вакцинации. Зато случайных находок море. Ну и все. И последнее, что была тема вакцинации, могу в коридоре с кем надо продолжить, но короткий ему ответ такой, неприятная борьба идет, прививочники, антипрививочники, оба лагеря, вот я очень люблю этот мой слайд, часто приходится говорить, с какого лагеря. Действительно, с одной стороны, червонская, ужасная, помостная, неприятная женщина, с другой стороны, этот, извините, ужасно неприятный мужчина. Это неприятно очень против прививок, это настолько же неприятно пропагандировать за прививки. Ни с тем, ни с тем ассоциироваться не хочется, поэтому я ни в каком лагере. Сразу хочется просто сказать, что я знаю, что это трудная тема, давайте обсуждать, приходите, она трудная, я отношусь к ней очень чувствительно, потому что понимаю, что страшно. Но короткий ответ, риски от вакцинации меньше, меньше, суммарно, чем риски от того, чтобы оставаться без прививок. Массу всего можно сказать подробнее, но как бы большая картина пока. Скорее да, чем нет. Какие производители, какие не стоят? Стоит делать все, что рекомендовано для нашей страны. Оно не случайно рекомендовано. А КДС лучше всего? Не АКДС. Нет, в смысле, от тех инфекций, которые рекомендованы. От тех инфекций. А какие? Дальше уже конкурс. А? Какие инфекции для ухода? Туберкулез, гепатит В, дифтерия, как лишь сказал, мяк, полиомиелит, гемофильная инфекция, пневмокок, бенингокок, коль, краснух, паратит, ветряная оспа, гепатит А. То, что надо? Это то, что рекомендовано. Причина, почему это нам рекомендовано. А полиомиелит, вы сказали? Полиомиелит, обязательно. А вот живой, вакцинную делают, это живая жизнь? Ее надо делать сначала инактивированной, потом живой. Это уже тонкость. А краснуха для девочек, она не только опасна, значит, не опасна. Значит, краснуха делается всем девочкам и мальчикам, для того, чтобы краснухи, в принципе, было меньше, чтобы не заразить беременную женщину, чтобы у нее не родился ребенок с жуткими родствами, чтобы будет разрушенная жизнь. А такой смысл не делать у детства, наоборот, хотите заразить и денег, если поймать ее. Понимаете, если поймать ее и заразиться, то она заразит других вокруг себя. Это распространение, да? Это одна из важных задач вакцинации, уменьшить распространение инфекции, которые мы уже не помним, но когда-то были фатальны. В другом возрасте безопаснее. Надо делать вовремя, безопаснее делать тогда, когда это делается. Это есть цель. Он не станет сильнее, он рождается, вот он, он уже сильный, у него иммунитет уже работает. Иначе у него было бы сейчас просто, он бы, я не хочу говорить, что же вас не пугать, то ему тем более нужны прививки. То ему тем более нужны прививки, потому что если он заболеет, например, поплюшем, то он тяжелее его прививки. Если у ребенка ДЦБ, неврологическая болезнь, ему тем более нужны прививки, потому что если у него будет лихорад, то у него будут субривки. Они ошибаются. Они ошибаются. Надо делать прививки вовремя. Если делать прививки позже, то, во-первых, дети начинают болеть простудами, их невозможно привить, а во-вторых, они становятся уже большими, и они понимают, что мы им делаем больно, и это превращается в катастрофу. Маленькие привили, они 3 секунды поплакали, успокоились, и все. После года, когда прививаем, это мука. Мы понимаем, что мы просто мы их делаем детям больно, и это очень неприятно. Побочных эффектов не так много, как их малюют. Давайте об этом говорить отдельно, нам надо заканчивать. Спасибо за внимание!